Добрый вечер! Представляем основной выпуск ежедневных новостей. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. В апреле закупочная цена газа может быть на 46% выше, чем в марте. С трех до пяти. В сороках из-за повышения стоимости топлива и горюче-смазочных материалов подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Некритично, но тревожно. По данным Гидромедслужбы, уровня влаги в почве пока достаточно. Но если в апреле не пойдут дожди, ситуация будет тревожной. В Кишиневе начался ремонт крупнейшего в городе подземного перехода. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не исключает, что в апреле мы будем покупать у России природный газ по тысяче с лишним долларов за тысячу кубометров. Это на 45% больше цены установленной в текущем месяце. Об этом чиновник заявил в программе на общественном телевидении. Продолжение следует... Несмотря на пессимистичные прогнозы, Андрей Спыну заверяет, что пока тариф для конечных потребителей не изменится. Между тем, с апреля центральные власти не будут компенсировать тариф на газ бытовым потребителям. Таким образом, со следующего месяца граждане будут оплачивать счета на 100%. Сейчас кубометр голубого топлива стоит 15 леев 18 банов с учетом НДС. В связи с этим, премьер Наталья Гаврилица обратилась к Министерству инфраструктуры и регионального развития с просьбой подготовить инструкции для властей. В то же время глава правительства сообщила, что с 1 апреля в госучреждениях могут отключить тепло. Институции публики будут первые, которые требуют экономизировать. И чтобы мы посмотрим, если еще есть случай, чтобы преломить, после 1 апреля, инклазирование институции. Мы должны приехать с инструкцией очень очевидными для всех авторитетов, как действовать продолжение в этот контекст. В этом месяце Молдова покупает природный газ у российского концерна «Газпром» по цене в 547 долларов за тысячу кубометров, что на 16 долларов меньше, чем в феврале и на 100 меньше, чем в январе. Конфедерации профсоюзов и работодателей снова потребовали повышения минимальной заработной платы в реальном секторе экономики до 4000 леев. По их мнению, людям нужно платить больше в условиях беспрецедентного роста цены тарифов. Сегодня в правительство направили письмо, подписанное обеими организациями. Минимум, который сейчас получают работники реального сектора экономики – 2935 леев. С 1 апреля, согласно недавнему решению правительства, минимальная заработная плата будет увеличена до уровня 3500 леев. По словам представителей профсоюзов, эта сумма слишком мала в условиях непрерывного роста цен. Сау мажорат тарифы, ау крескут прецыры, инфлация, на финале, на финале, была более 19%, и, evident, что мазура цена, это еще мазура для протекции ассалареателям с ретрибуцией маленькой. Однако, в нашу мнение, не есть гарантия существенная для работников с ретрибуцией маленькой чтобы осуществить тракт, чем нормальный, decent. Конфедерации профсоюзов и работодателей настаивают на очередном повышении минимальной заработной платы. Чтобы получить минимальную пенсию минимальную, нужно иметь минимум 5.000 леев. Поэтому, в нашу мнение, мы требуем, что продолжаем, что патронаты не осуществляют, что этот контум минимум гарантий в секторе реальный, будет значительный. И, evident, мы предлагаем, что этот контум будет 4.000 леев, начиная с 1 мая, в месяц. Письмо подписанное национальными конфедерациями профсоюзов и патронатов было подано сегодня в правительство. Профсоюзы также потребовали в нем срочного созыва национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, которое не собиралось с января. Запланированное на 25 февраля заседание перенесли из-за ситуации на Украине. Мы считаем, что шеденцы должны быть предоставлены от этой комиссии, потому что ситуация социальная, экономическая, в стране, в связи с войну, украину с украином украином с украином с украином, мы хотим, в случае, если будет создать активность университета экономики, чтобы быть осуществлены и защитой для услуги, но все эти вещи начинают discutить в кадре Комиссии национальной, для консультаций и коллективных переговоров. Пресс-секретарь правительства, Анастасия Табурчану, заявила в нашей редакции, что повышение минимальной заработной платы в реальном секторе экономики до уровня 3500 леев было согласовано с двумя конфедерациями. Она отметила, что и у профсоюзов, и у работодателей было достаточно времени, чтобы высказать свои возражения и потребовать большего увеличения до принятия решения. Между тем, зарплату работников сферы просвещения увеличат, как только появятся возможности. Об этом министр образования и науки Анатолий Топало заявил в передаче на одном из молдавских телеканалов. По словам министра образования, правительство повысило минимальную зарплату до 3500 леев. При этом и некоторым категориям госслужащих также повысили оклады. Учителя, по мнению Топало, несомненно заслуживают большего вознаграждения. Но это будет сделано, как только в бюджете появится достаточно средств. С другой стороны, министр труда и соцзащиты Марчел Спотари утверждает, что повышение минимальной зарплаты не поможет педагогам. По словам чиновников, в бюджетной сфере необходимо повысить зарплаты, однако пока это сделать невозможно, поскольку у правительства появились дополнительные расходы на компенсацию тарифов за газ в холодный период года, а также связанные с индексацией пенсии, которая должна произойти с 1 апреля. Сигуранта что же и стагнание экономика не лимитеаза сфазиум fiscal, дико инкасариле на бюджет, в которые мы можем финансировать эти крестеры. Одатаку, с крестера пенсиилор, одатаку, с участиеме суplimentарь, с компенсацией на энергия термиков и на газы натуралы, Прекрасizм, что это об этом, в комментариях. С действительно, никакой интересы, но это вопрос, что мы можем возвращать, и мы, и днемся, и наши, и через другие демасователи, и с Ministerом Финански, для вас, чтобы увидеть, что мы теперь можем с Haginом Суфициенте, чтобы сделать вот эту политику войнувшую, но в теплое время, это действительно, что в режиме общество, оказывается вот так, что в системе общества, Напомним, министр экономики Сергей Гайбу заявил, что в этом году экономический рост в Молдове будет близок к нулю. Чиновник отметил, что власти оценивают эволюцию экономики всего в 0,3%, но даже эта цифра не является точной. Продолжает увеличиваться стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за бельцами, где билеты подорожали с 3 до 5 леев, повысили расценки и в Сороках. Решение, которое не удовлетворило ни самих перевозчиков, ни само собой пассажиров, приняли накануне муниципальные власти. Решение повысить стоимость проезда муниципальный совет Сорок принимал, исходя из роста цен на топливо. Городские перевозчики просили повысить тариф до 6 леев. Говорят, установленные сейчас расценки не покрывают их расходов. Тем временем, жители Сорок жалуются на высокий тариф и говорят, что он не соответствует качеству услуг. Говорят, изначальности, наслаждается график. У нас не может быть расходов. Если на 6-е парень рука губида, после 6-е парень руку, то через часу неподาД, я не видел ничего изменения. Домни, как у это circulа, пашка, часа, шаши, уницицы транспорта, как собирают плани, уницицы транспорт, которые планируют черти в детские сотрудники. То есть птицы пресла нам信. Но здесь начинем пассажиров, у нас плюс 1.300 леи. В конце прошлой недели, Муниципальный совет Бельц принял аналогичное решение, увеличив тариф за проезд в пределах города с 3 до 5 леев. При этом местные советники обязали пассажироперевозчиков обеспечить бесплатный транспорт пенсионерам до обеда. Ранние билеты подорожали и в Кагуле. А мэр столицы Иончабан также говорил о возможном повышении стоимости транспортных услуг, подчеркнув, что городской автобусный парк несет очень большие расходы в связи с повышением цен на топливо. Цены на топливо, между тем, взяли курс на снижение. На завтра агентство по регламентированию энергетики установило новые максимальные расценки для АЗС. Таким образом, литр бензина подешевеет на 24 бана и будет заливаться по 27 леев 2 бана. Дизельное топливо потеряет в цене 39 банов, литр будет стоить 26 леев 16 банов. По сравнению с 16 марта, когда впервые за 4 месяца появилась тенденция к снижению, бензин подешевел на 70 банов, солярка на 75. Напомним, с начала сентября, когда Наре начала применять новую методологию ценообразования, бензин подорожал на 7 леев за 1 литр, дистоплива примерно на 10 леев. Бизнес начал сторониться госпрограмм. На заседании правительства премьер Наталья Гаврилица признала, что экономические агенты из-за инфляции и туманной ситуации неохотно участвуют в тендерах. Появились проблемы с госзакупками. Глава Кабмина подчеркнула, что это ставит под угрозу реализацию больших инвестиционных проектов. Глава Кабмина подчеркнула. 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 Погода осадками не радует. В ближайшее время значительных изменений в этой области тоже не ожидается, хотя прогнозировались. До середины весны влаги в почве будет достаточно, но если в ближайшие недели не пойдут дожди, ситуация станет тревожной. Я могу сказать, прогноз на март был, что осадков ожидается около нормы, а температура чуть выше нормы. И пока что на данный период это не совсем оправдывается, потому что вы видели, что осадков нет. Сейчас, конечно, самое большое беспокойство из-за того, что у нас длительный период идет без осадков, хотя зимой за зимний период выпало в основном около нормы осадков. И у нас есть такой вид наблюдений, у нас есть еще агрометрологическое наблюдение. Я хочу сказать, что мы первые пробы взяли 8 марта, затем 18 марта. И пока что запасы влаги в пахотном слое и метровом слое, то есть достаточные. Зима этого года несколько выбивается из череды холодных сезонов прошлого десятилетия. Она была несколько холоднее и затяжнее, чем ее предшественницы. Для специалистов это хороший знак. Созданы благоприятные условия для плодовых культур. У нас уже весенний тип погоды мог наблюдаться в феврале, а в этом году в марте и ничего страшного. И это даже очень хорошо, например, для плодовых культур. То есть очень хорошо, что они еще не развились, а потом обычно бывает потепление, заморозки, потом могут цветы погибнуть. А так сейчас идет постепенное тепло. Поэтому, в принципе, это нормальный тип погоды. Но даже если говорить о том, насколько температуры близки к норме или выше нормы, например, за вчерашние сутки, температурный режим был на 2-4 градуса выше нормы. За последние 20 лет средняя температура воздуха поднялась на несколько градусов. Сокращается периодичность между засушливыми годами. Явный признак, что пора на государственном уровне пересмотреть отношение к природным ресурсам, говорят в Госгидрометцентре. В связи с изменением климата у нас действительно увеличилось число лет с засухой. Естественно, что вопрос с ирригацией, по-моему, это единственное, что надо делать, чтобы бороться. Тема этого дня – раннее предупреждение, раннее действие. То есть, действительно, сейчас наступило то время, что надо адаптироваться к изменению климата, чтобы уменьшить риски и в сельском хозяйстве, и в различных секторах экономики, и для населения в том числе. Фермеры пережили сильную засуху в 2020-м. Урожай зерновых два года назад был более чем скромным. Часть потерь была возмещена фермерами в 2021-м из-за достаточного количества осадков. Согласно статистике, в прошлом году общий объем сельхозпроизводства в Молдове достиг 46 миллиардов 100 миллионов леев, превысив на 49% показатели 2020-го. Из-за скромной на дожди осени и бесснежной зимы Молдове может грозить водный дефицит. Специалисты говорят, что остается только надеяться на щедрость небес весной, иначе к августу Днестер и без того далеко не полноводный грозит пересохнуть. В нашей зоне опасности есть каждый год. Даже если весна будет довольно водной, при этом все равно летом может быть засуха. Мы не можем докопить воду так, чтобы до августа хватило. С осени воды очень мало, поэтому сегодня сброс был 90 кубометров в секунду, а в предыдущие дни немножко больше. Но сейчас, в принципе, нужно накопить воду в Днестровском водохранилище, чтобы провести экологический попуск по возможности. Для стабилизации ситуации на Днестре Украина должна равномерно выпускать воду с дамбы на ГЭС-2. На данный момент норма выпуска этих вод не регламентирована. Больший уровень, естественно, будет, скорее всего, де-факто приводить к тому, что будут больше использовать именно в течение суток разницу в уровне. То есть сбрасывать тогда, когда энергия нужна, и прекращать сбрасывать в Нижний Днестр, когда вода не нужна. Вот как раз с этим фактором мы боремся с тем, чтобы обеспечить равномерную подачу воды в Нижний Днестр. В противном случае Днестру по всей протяженности от Наславчи до Сорок грозит обмеление, вплоть до формирования на некоторых участках отдельных озер вместо беспрерывного потока. Эти вопросы обсуждаются на заседаниях спецкомиссии, в которую входят эксперты как с молдавской, так и с украинской стороны. Правда, в последний раз эта комиссия собиралась в октябре прошлого года. Следующие перенесли из-за войны в Украине. В последний раз эти вопросы были организованы и разрешены, но не было места, потому что конфликт был в Украине. И, по-прежнему, в отношениях в Украине, они предложили обморваться в период следующий период. Теперь, власти, депут все эфиры, В Минокружающей среде утверждает, что биологическое состояние воды в Днестре пока остается в пределах нормы. Протяженность Днестра в Молдове – 660 километров. Площадь бассейна в пределах республики – 19 тысяч квадратных километров. Благодаря гуманитарным коридорам, созданным на территории нашей страны, за последние две недели около 25 тысяч беженцев из Украины отправились в Евросоюз и за его пределы. Вчера и прошлой ночью в Молдову въехали более 4600 человек, а покинули 5400. С 8 марта автобусами было перевезено около 15 тысяч украинцев. Большинство из них в Румынию. Всего организовали 451 рейс, большинство из которых отправились в таможни Паланки, где была обустроена временная автостанция. Также более 6400 человек перевезли в Ясы и Бухарест коммерческими и бесплатными поездами, которые отправлялись из Каушана и Кишинева. Кроме того, за последние две недели более 3300 беженцев из Украины были доставлены самолётами в страны Евросоюза, а также в Турцию и Израиль. Всего было организовано 25 гуманитарных и коммерческих авиарейсов. Гражданам Украины, желающим забронировать места в автобусах или самолётах, чтобы покинуть нашу страну, необходимо заполнить онлайн-форму. Все подробности можно найти на сайте допомога.gov.мд. Напоминаем, сейчас в Молдове находятся 101 тысяча беженцев, из которых 49 тысяч – это дети. У нас работают 104 центра временного размещения, 42 из которых – в Кишинёве. В них приютили 4400 беженцев. Доступными остаются ещё около 5000 мест. Спрос растёт, предложение падает. Жители столицы принесли беженцам всё, что могли, больше помогать нечем. Из трёх авторизированных властями центров сбора пожертвований будет функционировать только один – на «Молдовофильм». Сортировкой и распределением занимаются волонтёры организации «Молдовы за мир» и сотрудники Минобороны. Работает центр по новой системе, а получить поддержку беженцы могут через регистрацию на онлайн-платформе. Полученную от населения и экономических агентов помощь тщательно сортируют, а затем уже формируют пакеты со всем необходимым на каждого члена семьи. С понедельника введена система регистрации онлайн. Это очень легко и просто. На сайте допомога МД они могут зайти и оставить свои данные и сколько членов семьи есть. Программа автоматом выдает сколько пакетов нам надо выдать. Приходя сюда, они получат уже непосредственно помощь. И вот в этой программе мы уже видим за два дня более 1800 регистраций. Мы создали три пакета на одну семью. В одном пакете у нас продукты питания, один пакет у нас средства гигиены, один пакет у нас овощи и фрукты. Также мы выдаем им по необходимости продукты для детей, такие как памперсы, еда, питание, игрушки, одежда. За выходные удалось собрать больше полутора тысячи пакетов для 500 семей. В запросе у беженцев есть возможность указать, в чем именно они нуждаются, но пакеты собирают, исходя из того, что есть. Из одежды пока у нас есть. Иногда даже просят посуду для кухни, это могут быть сковородки, это может быть кастрюли, чтобы готовить, потому что у них есть возможность готовить. Но так как приезжает много членов семьи, у них, допустим, в комнате только на одну семью рассчитана посуда, соответственно, им сложно, они по очереди это готовят. Изначально власти открыли три таких центра, но на прошлой неделе объявили, что два из них в помещении техуниверситета и во дворце железнодорожников прекращают свою деятельность. С каждым днем мы замечаем, что все меньше и меньше приходит помощи от наших местных жителей, соответственно, нет необходимости держать уже столько мест, пунктов приема. На Рыжканах и закрывается, потому что там выдался весь запас продуктов питания, и было принято решение, что мы переходим в новую систему выдачи, которая прощает работу волонтерам. Сейчас, кроме простых граждан, помогают зарубежные и местные партнеры. До сих пор очень много было помощи от обычных людей, местных. Также есть компании, но это больше даже коллективы, которые скидываются сами и звонят и спрашивают, что вам нужно купить. Они идут, покупают и лично уже привозят к нам. Есть международные партнеры, которые согласились нам также помочь закупить товары. Они проплатили и нам привезли доставкой товары. Жители Украины, которые сейчас находятся в Молдове, могут получать помощь продуктами питания каждые 10 дней, повторно получив регистрационный номер. В столице приведут в порядок еще один сквер на пересечении бульвара Дичибал и улицы Сармедежитуса, возле памятника Сергею Лазо. Работы будут проводиться в два этапа. Проект амбициозный, займет около двух лет. Для начала столичной власти выделили на это около 9 миллионов леев. По инициативе муниципальных советников от ПСРМ в сквере отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, установят систему полива, обустроят площадки для фитнеса и детей, парковку, установят новую уличную мебель и модернизируют освещение. Реконструкция будет затрагивать в основном ту часть, где раньше была парковка перед памятником Сергея Лазо. Там будет благоустроена зона, будет сделана что-то вроде небольшой площади, где можно будет проводить ярмарки, собрания, елку можно будет выставлять. В самом сквере будут благоустроены тротуары, тропинки будут благоустроены. Начались работы на тротуаре Дичибал. И уже на следующий год остальные работы – это освещение, ирригация и так далее. В ходе ремонтных работ заменят и тротуарную плитку, вокруг расположенного рядом памятника Сергею Лазо. Памятник уже реконструирован, то есть были сняты плиты, они были почищены, поставлены обратно. И вы видите швы между гарнитными плитами вокруг памятника Сергея Лазо. Сам памятник тоже был уже почищен. Это было в бюджете 2021 года предусмотрено по просьбе канцеляра с фракцией коммунистов 400 тысяч лев. Мы поддержали. Люди, живущие рядом, говорят, что ждали, когда сквер приведут в порядок. Мы вот с этим малышом гуляем в долине Рос. Вот там сейчас великолепный парк стал. И хочется, чтобы здесь тоже было такое же самое место для отдыхающих, для жителей Кишинева. Два раза в неделю я тут точно прохожу мимо. Ну а жила я на Рос, как бы, и он всегда был в таком состоянии. И круто, что все это делается. Вы можете сказать, какие ваши ожидания? Что бы вы хотели, чтобы тут появилось? Ну, как минимум, хорошие дороги. Для меня это сейчас главное, с коляской. Мы даже смотрели в интернете, проект «Как все будет». Ну, ноги можно поломать, посмотрите. Обязательно. Город меняется в лучшую сторону. На благоустройство сквера столичные власти выделили около 18 миллионов леев. В одном из крупнейших подземных переходов в столице начался ремонт. Приведение в порядок подземки на Буюканах у педагогического университета обойдется муниципальному бюджету в 4 миллиона леев. Сдать объект под ключ обещают уже следующей зимой. Ремонт в подземном переходе на пересечении улицы Крянга с бульваром Штефана Чалмари начался несколько дней назад. Рабочие сбивают штукатурку со стен и разбирают бетонные плиты с полуразрушенных лестниц. Прохожие единогласно сходятся во мнении, что в последние годы в эту подземку было просто страшно спускаться. Ремонта здесь не было с момента постройки. Ремонт в полуразии. Работы будут проходить поэтапно в течение 10 месяцев. Доступ прохожим преграждать не станут. Столичные власти планируют установить здесь современную систему освещения и видеонаблюдения, привести в порядок стены и лестницы. Стоимость проекта составляет около 4 миллионов леев. Половину денег выделят из столичной казны, а другая часть будет покрыта за счет публичного партнерства с Румынией. Отметим, на Буюканах заканчивают ремонт еще одного подземного перехода на улице Каля-Ешелур, стоимость которого составляет миллион четыреста тысяч леев. У меня украли велосипед. Такую фразу с наступлением весны все чаще слышат правоохранители. Однако в текущем году воры активизировались раньше. Только в Кишиневе за неполные три месяца произошло более 60 краж двухколесного транспорта. Это в три раза больше, чем за тот же период 2021 года. Имущество крадут практически отовсюду, от подъездов жилых домов до общественных мест. Сделать это нетрудно, ведь многие даже не вешают замки на свои велосипеды. Остановим кражи велосипедов. Компания с таким названием стартовала по инициативе столичной полиции. В течение месяца сотрудники правопорядка будут информировать граждан о том, как обеспечить сохранность двухколесного транспорта. Начали с парка Валя-Морелор. Некоторые велосипедисты знают уже не понаслышке, что означает кража двухколесного коня. Так Александр, лишившись велосипеда, следующий купил со встроенным GPS-трекером. И в случае похищения свой транспорт сможет отследить без труда. Система отслеживания на велосипеде вариант, конечно, идеальный, но и не самый дешевый. Есть и менее затратные способы уменьшения риска кражи. В полиции говорят, что сейчас тема сохранности велосипедов актуальна как никогда. Город инвестирует в развитие велоинфраструктуры, а, соответственно, и желающих перейти на этот экологичный вид транспорта будет больше. Уже запланированы проекты по увеличению числа велодорожек на этот год. Хранить велосипед у себя дома безопаснее всего. Этот транспорт похищают в том числе и из подъездов. И даже камера видеонаблюдения не помеха. Так, один из последних случаев произошел 12 марта. Молодой человек вынес из подъезда на Рыжкановке три велосипеда стоимостью в 51 тысячу леев, а продал их практически за бесценок – 1800. Вора нашли. Отметим, что за подобные правонарушения грозит штраф до 67,5 тысяч леев, до 240 часов бесплатных общественных работ или 4 года лишения свободы. На сегодня это все со свежими новостями. Мы вернемся завтра. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова